Добрый день коллеги, рад всех приветствовать. Давайте начинать. Утренний брифинг. Сегодня 29 августа, среда. Работаем сегодня по расписанию среды. Сегодня у нас стрим без опозданий. Кстати говоря, для тех, кто смотрит в режиме реального времени, брифинг. Приношу свои извинения. Да, задерживаюсь второй день подряд на час, но стараюсь максимально рано предупреждать. По статистике у нас есть подвижки. Подвижки небольшие, но тем не менее они у нас позитивные. Евро с нами вчера обошлась немножечко нечестно. Видели мы это с вами в стриме. В том плане, что выкинуло, как всегда, подло и пошло в сторону нашей цели. Ну а доллар, канадский доллар, который и ждали в пробой, фактически реализовался и все это дело дал возможность отыграть. Давайте посмотрим, что нам сегодня готовит рынок Форекс, а также популярных CFD. Смотрим мы с вами опять же-таки рыночный сантимент. Смотрим мы с вами кластера, используя биржу CME. И рисуем торговые идеи на сегодня. В целом по новостям вы можете видеть, что практически ничего нет. Но это и обычное дело. Уже всю неделю у нас с вами тухляк какой-то просто. Единственное, что квартальное ВВП США опубликуют сегодня. Но здесь я бы акцентировал внимание на том, что это уже будут данные уточненные. То есть не те предварительные, которые чаще всего дают крутую реакцию, а именно уточненные, фактически пересчитанные уже второй раз подряд. Поэтому особого движения я там не жду и не жидал бы. И вам бы советовал этого не делать. А больше смотреть на техническую картину. Тем более, что она очень такая интересная, скажем так. Итак, по евре у нас, в принципе, надо отметить, что мы доехали до цели 1.17.25, которые вчера, в принципе, обозначали с вами в утреннем брифинге. Мы попытались сделать, так сказать, поторговать на пробой. Это было именно в торговом стриме. Вот здесь нас подло выкинуло с рынка и доехало до наших целей, даже до целей по утреннему брифингу. Но желаемого отката не было. Что же происходит, собственно говоря, на европейской валюте? Я бы обратил ваше внимание на некое количество участников рынка, которые фактически застряли, так сказать, в сопротивлении. Если так можно выразиться. И у нас есть с вами 1.17.35, 1.16.95. На нее стоит обращать внимание. В принципе, если вы посмотрите на то, как расторговывается кластерат, то вы увидите, что в этом-то промежутке хоть и нету, так сказать, максимального объема наторгованного, но, тем не менее, он достаточно четко сформирован. Внизу у нас все еще максимально, но обычно... То есть, можно сказать, что основная тенденция все еще вверх. Но тот факт, что мы остановились, может здесь заставить цену в этом боковике поторговаться определенное количество времени, наторговать определенное количество объема и уже после этого куда-то там выстрелить. В общем, тут высокая вероятность того, что мы увидим некую, так сказать, сжатую пружину. 1.16.45, 1.15.95 это поддержка, о которой мы, в принципе, с вами говорим. Конечно, я жду основное движение вверх, но, в принципе, и не исключаю, что мы просто зафлетим внутри этого боковика. Поэтому конкретных идей, честно говоря, нет. Может быть, в стриме что-то будет, так сказать, из-под ножа. Что касается фунт доллара, картина примерно аналогична. Обращаю ваше внимание на то, что инструмент вчера завалился. Завалился от сопротивления 1.29.35, 1.29.05. Поэтому ребята, которые торгуют вечно на, так сказать, против основной тенденции от наших сопротивлений, должны были на этом месте, собственно говоря, оказаться в профите. Обращаю ваше внимание на то, как он завалился. Фактически, с начала американской сессии мы видели проявление инициативы типа MarketSell, которая, по большому счету, и завалила инструмент вниз. Отмечу, что зону сопротивления 1.29.35, 1.29.05 мы практически с вами прошли. Поэтому, вероятно, что мы его пробьем, так же, в принципе, остается. С другой стороны, у нас был объем, который мы выстрелили, который, собственно говоря, очень четко пробили. В общем, здесь есть признаки ложного пробоя, кроме одного. Что ждем? Так же, как и на евре, фактически, торговля в боковике 1.28 ровно, 1.29.35. Тоже мы, наверное, увидим некую сжатую пружину. Объемы здесь будут накапливаться, накапливаться, потом в итоге стрельнет. Куда, вверх или вниз, не знаю. Главное, чтобы было синхронно с евро. Тогда будет, собственно говоря, все более-менее понятно с точки зрения технической картины. Канадский доллар здесь более-менее все круто. В том плане, что мы, да, действительно, вот это та самая сделка, о которой мы с вами говорили, на пробо. Вы, кстати, кто спрашивал в брифе, почему есть две сделки, а не одна общим объемом. Так вот, именно для того, чтобы одну зафиксировать по тем целям, которые мы рассчитывали, вторую попробовать выдержать с нее, собственно говоря, чуть-чуть что-то побольше. Что это была за сделка? Эта сделка была основана на тактике, так сказать, пробоя по различному сантименту. Потому что, вот, скажем так, люди, которые торгуют на этом рынке, выставляли и прятали свои стопы за вот этот вот минимум. Так, по-моему, за вот этот вот минимум, да, от 14 июля, с которого, собственно говоря, пошла жара. Поэтому под этим минимумом находились стопы и, собственно говоря, на этом импульсе мы сработали. Вероятно, этого, по-моему, мы обсуждали с вами в прошлом брифинге. Что делать сегодня? Обращаю внимание, как расторговался фьюч. И посмотрите внимательно, у нас фьючер, что у нас перевернут, да, у нас во всем этом движении очень четко сформированы, так сказать, объемчики. Здесь, здесь и пока здесь. Поэтому вот то, что здесь сейчас происходит, мы с вами воспринимаем как поддержку. Здесь вполне вероятно нахождение открытого интереса покупателя. Вот, если говорить про Forex, то это 1.29.95, 1.29.55. То есть, грубо говоря, допускаем туда откат цены. Здесь поискать на точке входа в шорты и, собственно говоря, пошортить. Ближайшая цель, которую мы достигнем, очень вероятно, это 1.29.20. Тут, в принципе, по соотношению можно уже 1.5 к 1, 2 к 1 выдернуть, да, и все. Ну и пробой. Пробой, в принципе, тоже может быть не за горами. Сейчас мы с вами видим, кстати, по рыночным сантиментам мы можем посмотреть, да, что в этом накоплении как раз-таки застряли некие участники рынка, будучи покупателями. Что обычно, да и вообще в целом движение вниз, это как бы движение против толпы по данному инструменту. Каких-то стопов под сегодняшним минимумом, вернее, под вчерашним минимумом особых нет, но их появление может возникнуть. Значит, что касается доллара, японская иена. То же самое, как и на многих инструментах, мы с вами фактически флетим, обращая ваше внимание на то, как расторговывается рыночный сантимент, а именно просто наторговывается. Причем у людей нету какого-то преимущественного движения. Здесь есть люди, которые застряли в продажах. Здесь есть люди, которые застряли в покупках. Здесь есть люди, которые застряли вообще во всем, что можно застрять. Поэтому, в принципе, инструмент, ну, я думаю, что не имеет пока, согласно рыночному сантименту, не имеет никакого направления. Вот, но и объемы тоже мы с вами можем увидеть, что за несколько дней последних, да, отмеченная нами с вами, скажем так, поддержка, она постоянно актуальна. Вот она у нас, да. И можно сказать, что у нас есть поддержка, есть сопротивление. И так же, как и на евре, так же, как и на фунте, надо ждать проявления инициативы. 111.50, 111.25 – это сопротивление. 110.95, 110.75 – это поддержка. Обращаясь к примеру, что 110.75, в принципе, уже давно работает у нас с вами поддержкой, да. А вот конкретно стопов каких-то нету. Нету ни над хаями, нету ни над лаями. Поэтому здесь реализовать то же самое, что мы реализовали с вами вчера на канадце не получится. Надо ждать пробоя в какую-то сторону. Куда лучше? Ну, честно говоря, без разницы. Хотя вверх – это было бы продолжение тенденции вверх. Вот и все. Австралийский доллар – доллар. Интересный тоже такой момент. Заключается он в том, что мы бьемся все-таки в сопротивление 73.80 – 73.45. Вчера об этом говорили очень много, даже по троповой шортить. Но ничего не получилось в том плане, что без убыток закрыли. И да, действительно, до цели 72.90 мы не доехали. Правда, не доехали так же, как и до стопа. То есть, в принципе, те люди, которые правильно ставили стопы и те люди, которые не закрывались без убыток, до сих пор должны находиться в сделке, при этом даже в небольшом таком профите. Что ждем? Фактически, если смотреть сентимент, то здесь нельзя сказать, что вот у нас здесь рыночный сентимент в сторону понижения, либо в сторону повышения. Мы просто видим, что большинство все-таки наторговалось за последние два дня вот в этом диапазоне. И тоже мы сами видим, что у нас фактически сжатая пружина. Стопы, если они есть, то они только где-то под лоями 24 августа. До них еще, собственно говоря, ехать и ехать. Поэтому внимания не воспринимаем. Что касается рыночного фьючерса, то здесь тоже особых каких-то удержаний, честно говоря, не видно. Просто активность, связанная с покупателями, скажем так, с активностью покупателей на лоях и активность, связанная с продавцами на, собственно говоря, хаях. Вот и все. Поэтому здесь тоже сидим, ждем на заборе. Учитывая, что евро может завалиться вниз, учитывая, что фунт может завалиться вниз и доллар, японский и евро подрасти, в принципе, реализация вот этой идеи, которую мы еще озвучили 27-го числа, не за горами. Она, скажем так, не исключена. 27.90 доехать можем. Золото. Очень интересный момент. Вчера в брифе говорили, вернее, в стриме говорили о том, что можно покупать, или можно продавать, и так далее, и так далее. Давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, начнем с глобальной того, что у нас все-таки максимальный объем находится где-то здесь, внизу, поэтому глобально мы все-таки смотримся вверх. Это мое мнение. Но мы с вами можем обратить внимание, как именно вчера расторговался объем. То есть мы видели с вами максимальный торгованный баланс, с которого цена вышла вверх, потусилась, потусилась там вниз, и, собственно говоря, провалилась вниз. Провалилась очень нагло. То есть мы с вами видим явное проявление инициативы продавцов примерно в этом и, самое интересное, в этом месте. Здесь можно говорить о том, что продавцы в какой-то степени сильны в этом рынке. Однако тенденция, разворот тенденции не приходится. Берем за внимание вот этот вот кластерочек и его ставим как цель для нас. То есть у нас с вами вот по, скажем так, CFD, да, то есть 1205-1210 это возможность, это место, где вполне возможно сопротивление. Это как раз-таки то место, где есть здесь кластерочек и, собственно говоря, вот здесь этот объемчик, связанный с наглыми, так сказать, продажами. Поэтому откат туда, здесь точки входа в шорт и шортим, до, скажем так, того максимального объема, о котором мы говорили ранее. То есть это для 11000, прошу прощения, 1197. Что касается нефтемарки WTI, так же, как и Brent, она у нас застряла. И более того, не то, что она застряла, она накапливает объемы здесь. Они, конечно, объемы такие уже достаточно интересные. То есть, в принципе, посмотрите, какой объем был, да, в этом контракте и как быстро и резво набрался за пару дней объем вот на самом-самом верху. То есть, в принципе, он может оказаться разворотным и не исключение, что мы увидим и вот такие движения. Поэтому с лонгами пока в завязке. Сопротивление 69.20, 68.75 у нас все еще актуально. Возвращаемся к идее покупок только лишь по факту пробоя 69.20. А вот если же пробиваем 67.20, тогда уже будем говорить о реализации каких-то шартовых идей. До того момента ждем проявления какой-либо инициативы. Ну, кто любит, либо умеет, собственно говоря, торговать во флете, ради бога, границы флета обозначены. Все очень просто. От него покупаем, а от хаев продаем. Что касается нефтемарки Brent, примерно точно так же. Причем вчера мы все-таки в Атилитичи от WTI обновили хай. То есть у нас есть новый хай, это 77.20, 76.50, но у нас есть и поддержка 75.70, 75.15. То есть мы точно так же болтаемся в этом диапазоне. Если говорить про бренд, который торгует у нас на Москве, то, во-первых, не стоит забывать, что у нас данный, уже на понедельник будет экспирация по данному инструменту. Вот, если не в пятницу. И, значит, открытый интерес, в принципе, должен заваливаться, что и происходит. Но, тем не менее, у нас есть поддержка 75.18, 75.60, о котором мы с вами говорили, и 76.20, 76.90, в принципе, тоже можно посмотреть. Что касается фьючерса на доллар-рубль, сишка, да и вообще, в принципе, про доллар-рубль, потихонечку слабеет рубль по отношению к доллару, несмотря на то, что официальный курс у нас по доллару не изменился. Но, тем не менее, мы с вами подрастаем, подрастаем, в свое роде, к сопротивлению. Вот, у нас, наверное, даже правильнее будет сделать сопротивление вот таким вот-вот. То есть, это уровень 68.400. И, собственно говоря, хай, наверное, где-то у нас здесь, вот по этому классу-рубочку маленькую возьмем. Это 69.180. И, в принципе, здесь вероятен, конечно, отбой, по большому счету, в том, что это наш новый хай. Хотя до него еще и идти-идти. Если посмотреть более мелкие масштабы и посмотреть, как именно расторгуются участники рынка, то мы обнаружим, что у нас на протяжении сначала открытия, ну, во-первых, да, вспомним прошлый брифинг. Мы с вами говорили, что у нас есть открытый интерес покупателей вот в этой торговке. Поэтому сразу же с открытия, после того, как цена завалилась туда, покупатели, так сказать, включились. И этот инструмент не то чтобы агрессивно, но очень, так сказать, методично откупали. Причем это особо было видно на второй половине торговой сессии, ближе к открытию Америки. То есть вот здесь у нас есть открытый интерес покупателя. Поэтому здесь мы с вами сделаем как. У нас выделим эту зону на графике, да, это 67.800, пусть будет. 67.800 и 67.400. То есть так же, как и вчера, да, при открытии вниз, где-то здесь имеет смысл искать точку кода в ланге и работать, собственно говоря, в ланге. И это будет интроден торговля, по большому счету. Фьючерс на индекс РТС завалился вниз, отбился от сопротивления. И здесь у нас так же, как и на доллар-рубле, мы можем посмотреть, как же расторгуется открытый интерес продавцов и что мы здесь видим. Значит, видно наличие прироста открытого интереса вообще в целом, да, причем это было сделано в основном на продавцах. То есть примерно где-то в этом балансе. Вот у нас народ уверовал, что инструмент будет заваливаться вниз, кстати говоря, синхронно с Сишкой. В то же самое время, где в Сишки заходили покупатели, на РТСе фактически заходили у нас продавцы. Поэтому вот этот вот баланс мы с вами воспринимаем как сопротивление. В принципе, от него можно пробовать работать. По ценам это примерно 12 тысяч. Даже давайте так. Ой, почему 12 тысяч? 108 тысяч ровно. И 107.600. То есть вот она зона, откуда вполне вероятен отбой и дальнейшее движение вниз. Опять же таки, да, сделала небольшую ремарку. Все это дело политически-геополитически, поэтому очень важно посмотреть, где мы откроемся. Ну, что значит посмотреть, где мы откроемся? Главное, чтобы мы не здесь откроемся. Я думаю, понятно, да, что если мы откроемся где-то здесь на РТСе, то, собственно говоря, нет никакой идеи шарти. То же самое относится к доллару-рублю, да, если мы откроемся ниже, чем наша поддержка. То есть ниже, чем 67.400. То есть если мы откроемся как вчера и даже сразу начнем заваливаться в поддержку, ничего страшного в этом нет. Все, на самом деле, будет очень даже неплохо. Что касается S&P 500, очень такой вот интересный момент. Во-первых, закрытие, я бы обратил ваше внимание, здесь не идет речи ни о какой фиксации позиций. Здесь почему-то маркет-бай на закрытии это преимущественные сделки. Что бы я здесь подсказал? Ну, во-первых, мы с вами на самом историческом хае. И логичнее ждать какой-то более-менее коррекции. То есть если вы не запрыгнули в этот инструмент и не сидите в нем, так сказать, до сих пор, то запрыгивать сейчас, это может оказаться, что вы запрыгнете реально на самом хае. Я бы обратил ваше внимание на вот этот баланс, который, в принципе, вчера сделал свое дело. То есть он, по большому счету, мы о нем и говорили. То есть 2896-2888 это та самая поддержка, которая пока актуальна. Появление цены ниже, чем 2888 будет говорить о том, что мы пошли в коррекцию и уже где-то здесь будем пробовать откупать. И это уже будет сценарий не на сегодня. Если мы там не окажемся, а потом пойдем опять обновлять, собственно говоря, и хейты, то это будет аптренд. Но заскакивать в него, блин, ну не знаю. Мне кажется, это очень дорого с точки зрения трейдинга. Тем более я бы обратил ваше внимание на то, как открылась Америка вчера. То есть она открылась проявлением инициативы продавцов. Фактически в маркетселл здесь были преимущественные заявки сразу с открытия американской сессии. Ну, чтобы было понятно, такой ситуации не было, например, вчера, когда на положительной дельте открывалась американская сессия. То есть здесь уже есть колокольчики касаемо того, что этот инструмент может завалиться. Что касается DAX, тоже такой очень интересный и спорный момент. Ну, во-первых, начнем с того, что у нас есть диапазон цен, с которого мы рванули вверх. Рванули с гэпом, рванули сильно. В принципе, достаточно ожидаемо. И наша с вами задача была дождаться тестов в зону 12400, 12420. Примерно так. То есть вот в этот вот баланс. Но здесь я бы сказал, что идея уже, так сказать, протухла. Потому что обратите внимание, как быстро и энергично наторговался объем именно вчера. И тоже здесь есть признаки того, что инструмент не дают расти. То есть на любой спрос, что видно по дельте, выступает достаточно много предложений. И фактически генерирует своего рода сопротивление. Поэтому я бы предостерегся здесь каких-то лангов. Пока идея покупать никуда не делась, никуда не исчезла. Мы все еще в приоритете в ланге, как минимум до тех пор, пока не накопили здесь какой-то объем. С измеримый с этим. Либо пока мы просто тупо не пробьем все это дело. Ну, либо фактически ждать надо отката. Ждать отката, ждать какого-то набора. Я думаю, что на сегодня для позиционной торговли вообще никак не подойдет. Ну, а для торговли на intraday в принципе зашартить от вот этого сопротивления. Почему нет? Ну, надо понимать, что это будет торговля в контртренд. Все, коллеги, на этом все. Значит, большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Ставьте себе колокольчик рядом с надписью подписка. Для того, чтобы знать, что опубликовано новое видео. Либо знать о том, что трансляция началась. И тогда вы точно ничего не пропустите. Всем на сегодня хорошего дня. Настроения. Встречаемся в стриме. Пока.